Девушки отдыхают Пригородный поезд Владимирское направление Едем Москва, петушки Билетик не покупаем Старший ревизор Семенович Упразднил всякие штрафы До петушков 125 километров Он брал с безбилетника По грамму за километр Наливаешь Семеновичу 125 граммов И едешь дальше Совершенно спокойно Все как в книге В лихие 90-е Самая твердая валюта в России Завтра читайте газеты И слушайте радио Мужчины настраивайте радиоприемники На следующий день Газеты печатают указ Горбачева О преодолении пьянства и алкоголизма В СССР Этот документ в народе сразу называют Сухим законом А Горбачеву дают язвительное прозвище Минеральный секретарь Алкоголизм достиг таких масштабов Что это уже давно национальная беда Жизнь целой страны В один момент переворачивается Тысячи гектаров виноградников Вырубаются под корень Десятки пивзаводов встают Экономика страны Не досчитывается трети своего бюджета Водка с двух часов Одна бутылка в руки И прочее Но опять-таки Ничего не помогло Люди перешли на спирт На самогон Как пили, так и пив К началу 90-х В стране нехватка продовольствия Один из самых дефицитных товаров Водка Ее отпускают по талонам Две бутылки на человека в месяц Талоны выдают даже на грудных детей Даже в Москве От аварии талоны Задача неизвестка Самые длинные очереди Виноводочные отделы И за алкоголь Побеждают самые находчивые Давай, сволочи! Все, сволочи, водка! Давай, водку! Не дайте, пожалуйста Откуда вытаскается? Нет, вот тут Водку давай уже Пересыпаем Водку давай Один ротик я отступаю Водки дай Давай, водку давай Ладно, с дачи не надо Ну, не надо Тут, не надо Так, у кого еще без дачи? У меня Вот у всех без дачи Люди настолько озлоблены Что за бутылку водки Готовы убить друг друга Милиция в такие побои Еще не вмешивается Затопчу Но самые находчивые Идут с черного входа Под видом грузчиков Пол-литра пшеничной Стоит 10 рублей Но за две цены Вас обслужат без очереди Многие в это время Начинают гнать самогон Сахар в начале 90-х Тоже по талону Поэтому гонят Из всего, что под рукой Из конфет Томатной пасты Клея БФ Тормозной жидкости Гуталина И даже из навоза Позже любители браги Осваивают и средства Для мытья унитазов Продукт получается С ароматом лимона Или утренней свежести Без каких-либо Особенных затрат Сделан этот Самогонный аппарат Пелось В знаменитом фильме Такие агрегаты На самом деле Мастерят из того Что есть под рукой Внутри Перегоняется брага Главное Не делать сильным огонь Может подскочить давление Реакцию внутри Уже не остановить Чтобы отбить Неприятный запах Самогон перегоняют С молоком И толченым изюмом Качество сибухи Проверяют просто Поджигают Мошенники же Добавляют карбид Так она горит И при крепости В 30 градусов Вот что в нее Может быть вредно Понятно Если выпить ведро Самогон продают Из-под полы Подсудное дело Изготовителям и продавцам Грозит год тюрьмы Адреса квартир Где можно пол-литру достать Передают шепотом Из уст в уста Но главными продавцами Подпольного алкоголя Становятся таксисты Они от ментов Водку прятали в моторе Поэтому она была Температура Градусов 60 92-й год Страна встречает с тревогой С 1 января Объявлена Либерализация цен Правительство Реформатора Во главе с Егором Гайдаром Уверяет Вскоре Прилавки Заполнятся продуктами В Москву Сегодня кормим Не импортом А значит Внутренним производством Товары действительно Появляются Но они теперь Не по карману Подавляющему большинству Зато водка Становится Относительно дешевой В СССР Батон хлеба стоил 20 копеек А пол-литра 3 рубля 62 копейки То есть 18 раз дороже В Новой России Бутылку можно купить По цене всего лишь Пяти буханок Чай Пошел Чай Я могу Бутылку Сараза Вот это Разговор В июне 92-го года Правительство Отменяет Государственную Монополию На водку Теперь Производить Алкоголь Могут Все желающие Реально Теряет Государство Из-за Безобразия На алкогольном рынке Сумму Оцениваем Специалистами Примерно В 2 трлн Рублей В месяц Очень быстро Страну наводняют Якобы французские Коньяки И псевдо-итальянские Ликеры Но главный хит Продаж Африканский Гидролизный спирт Прозванный народом Рояль Если вы не решаетесь Пить уже купленный Спирт Его можно использовать Для обмывания Автомобильных стекол В морозное время Позже выяснится Что псевдо-заграничные Ликеры и коньяки Готовятся в России Из-за границы Поступает только спирт В качестве красителей И ароматизаторов Может выступать Сироп Или даже заварка Впервые мы встретились С таким количеством С таким объемом С таким подходом Цеха по производству Суррогата Оборудуют в гаражах На складах В квартирах Продают отраву На каждом углу В любом магазине Коммерческой палатки Или даже Из окон домов Водка с тараканами Теперь Порядки вещей По стране Прокатывается Волна отравлений Это токсикологическое отделение Красноярской больницы Сюда поступает Сразу 30 человек Прямо со свадебного торжества Несколько человек Спасти не удается Большинство выживших Слепнут Кто-то на время Кто-то на всю жизнь На фоне лечения Зрение восстанавливается Но в дальнейшем Колебания И иногда Вплоть до общей слепоты А в Ярославской области Из-за фальшивого алкоголя Облысело Сразу несколько деревень То какие-то чири На руках появляются То ясно То еще что-нибудь Но как защититься От подделок Многие придумывают Свои якобы Стопроцентные способы Как не обжечься Напаленой водки Народных способов Проверки Несколько Считается Что резиновая лента Заводского конвейера Оставляется От донышки бутылки Слеп Ставим бутылку На ладонь Крепко прижимаем И прокручиваем Вот если ладонь Остается чистой Значит фальшивка Заводскую этикетку Клеит автомат Сквозь бутылку Видны клеевые полоски Этикетка наклеена Сплошняком Значит паленая Но суррогатов Меньше не становится Покупатель готов Рисковать Как в русской рулетке А вот пронесет Торговлю водкой В 90-е Очень прибыльный бизнес В стране хаос Заводы закрываются Работы нет Перспектив никаких Зато дешевое пойло Всегда под рукой В Екатеринбурге В 97-м году Едва не срывается Траурная церемония Захоронения останков Царской семьи Водители катка Клавшие асфальт На дороге к кладбищу Сами упали на гравий От количества выпитого А это глухая Уральская деревушка Под названием Пьянково У всех жителей Здесь говорящая фамилия Пьянково Я радуюсь своей фамилией Вот пускай Вот как дразнят Большая часть пьянковцев Глушат тоску в самогоне Село полностью оправдывает Свое название Ох Где они сейчас не пьют Все пьют А это закрытая вечеринка Новых русских Здесь тоже гуляют На полную катушку Я сама лично присутствовала На ужине В котором Девушка Лежала Обожженная Под носом Для суши С которого мужчины Не стесняясь Пускай Ели эти суши Писатель Виктор Коклюшкин После одной из таких Вечеринок Зарекся выступать Перед новыми русскими Певец Вышел Спел три песни Сел за стол Только поднял рюмку Что выпить К нему Блуждающий Бандюган Подходит Который уже В нем сидит Литр лодки Говорит Ты кто? Он только что выступал Он говорит Я артист Он говорит Петь, плясать Я артист Я только что пел Он вытаскивает Пистолеты Говорит Петь, плясать Только пять раз Пел эти три песни Домашнее видео Запись обычной В те времена Музыкальной рок-тусовки Громкая музыка Немного закуски И много выпивки Финал традиционный Бывал я прихожу Здесь вот С тебя всех крови Понимаете То есть побоище Чтобы попасть туда Потому что там Из-под полы Продавали дешевый портвин Девяностые Музыка с пьяных кухонь Вырывается на стадионы Рок-тусовка Диктует алкогольную моду Молодежи Всей страны Даже придумывает Свой жаргон В комок Подогнали бухло Пипел пробил тему И затарился топливом Настрититься Понули герлиц Писались на флет Замутили Безбашенное пати Совки С крайней хазы Закипишили Стуканули серым Порисы подкатили Обломали малину Отмазались Только поутрянью На этих архивных кадрах Лилия Шевченко Успешный продюсер Организатор гастролей Самой Аллы Пугачевой А это она же В середине 90-х Светская жизнь С приемами и вечеринками Превратилась в кошмар Постепенно я с мартини Потом мартини На коньяк С коньяка На чернила Чернила На деколон На деколон На динатура Алкоголь Сделала из успешной женщины Настоящего бомжа Три года Лилия жила на вокзалах Я уже не контролировала Свой организм Я уже мочилась Под себя Утром просыпалась Потом у меня обязательно Была лужа Лилии повезло Ее нашли И выходили родственники Летом 93-го года По решению Правительства реформаторов По всей стране Закрываются Лечебно-трудовые Профилактории Сокращённо ЛТП 40 тысяч алкоголиков Освобождают От принудительного Лечения Ура! Под нажимом Западных советников ЛТП признают Нарушением Прав человека Радуются Только клиенты Профилакториев Если человек Хочет лечиться Сам Он должен Прийти к наркологу И сказать Я хочу вылечиться Если он не хочет Лечиться Пускай мы умираем В результате Проблемой пьяниц Начинает заниматься Милиция Медвы-трезвители Мгновенно заполняются Новыми посетителями Миловай Это мальчик Блин В 90-е В продажу Поступают Растворимые порошки Им сразу же Придумывают Альтернативное название Гидроколбаса Любители выпить Добавляют их Спиртное Получается Фруктовый коктейль Пьют всех И богатые И бедные Традиционно много Пьют что угодно Лишь бы с ног валили О! Коктейль Шпук В одинаковые пропорции Большой бокал Наливаем пиво И водку Накрываем ладанью И с силой Бьем об стол Только выпиваем Немедленно Ребята Самый Жесткий Коктейль Мушка На стакан пива Это баллончик Отравы для тараканов Папшика Клиент улетает Или умирает От жесточайшего Отравления Ты что? Ребята Я? Белый орел До 96-го года На российском телевидении Декламируется водка Без ограничений Ее запретят Только перед президентскими выборами Нужно придумать Название нашей водки 90-е Новая мода На название марок водки Ажды хочет видеть Свою фамилию на этикетке Жириновский Горбачев Регистрируется Водка Брежнев Ленин Сталин Появляются Настоящие водочные короли Брынсалов Довгань Некоторые из них Вскоре баллотируются В президенты Первая российская народная комедия Особенности национальной охоты Почти целиком посвящена выпивке Хорошая охота была Актер Вилли Хаапасала В фильме поражается Как можно столько пить За кадром Горячий финский парень Ничему не удивляется Съемочная группа Страдала от голода Зато водки было море Актеры даже выменивали ее На продукты у местных жителей Мы очень пьяные были В одном кадре из фильма И я помню Мы держали друг за другом Чтобы не упасть Но запах там Леша Я тебе скажу Это явно не амбре Актер Андрей Краско Умер на пике своей популярности Его сгубил алкоголь К пагубной привычке Он пристрастился в 90-е В СССР Краско внесли в черный список По личному распоряжению И зятя Брежнева В Новой России Он тоже оказался Никому не нужен 17 лет его шпиняли отовсюду Он продавал фрукты Он был экспедитором Ездил с составами Это были 90-е годы Как раз вот это лютое время В 2000-е А Краско снова вспоминают Ему предлагают лучшие роли Он снова востребован Но отказаться от старой привычки Андрей Краско уже не в силах 23 августа 97-го года В России большая автомобильная революция Отменяется система штрафных баллов В водительских талонах Теперь штраф за вождение В пьяном виде Всего 900 рублей Это очень хорошо Что снижены штрафы А женщин вообще не нужно штрафовать Каждый Новый год Бьет рекорды По числу погибших В автокатастрофах Каждая 12-ая авария Происходит по вине Пьяного водителя Этот автолюбитель Просто не увидел На дороге грузовик Вот сегодня поехал И приехал Короче говоря В 90-е Лихачи начинают пить Прямо за рулем В открытую От гаишников Малико зарплаты Можно откупиться Всегда Пьяный тракторист В деревне Никого не удивляет Что ты же нас угробишь Что ж ты творишь? За 10 лет В пьяных авариях Погибают более 200 тысяч водителей В этой аварии Пьяный водитель грузовика Протаранил автобусную остановку На которой находилась семейная пара Женщина погибла Мужчине раздробило ногу Он на всю жизнь остался инвалидом Это Андрей Маслов Так называемый Черный маклер Пермские оперативники Охотились за ним Почти три года Аферы с чужими квартирами Мошенник начал проворачивать Еще в 95-м году Он меня просто обокрел Елена Кадыркина Хотела поменять свою квартиру Маслов взялся ей помочь Он подчевал ее спиртным А когда она перестала Себя контролировать Уговорил подписать Какие-то бумаги На утро Елена узнала Что она бездомная Он тогда там приезжал Так у него Такие здоровые обвалы Маклер переселил семью Елены В развалившийся дом Без света и газа Она считает Что ей еще повезло В 90-е Зажил площадь Убивали Этого молодого человека Неотложка доставила В токсикологию Прямо с Иркутского Железнодорожного вокзала С четырьмя рублями в кармане И сильными галлюцинациями Вот это идет психоз То есть была Тоза большая Вот был бы создание Причина отравления Неудачное знакомство С так называемыми клапелинщицами Схема может быть Действующее снотворное желательно с эффектом амнезии Чтобы клиент ничего не помнил У опытных проституток Всегда под рукой Когда клиент засыпает Из квартиры выносят все ценное Образ русского заграницы Становится образом пьяницы Это кадры из американского фильма Армагеддон Его даже пытаются запретить в России Один из главных героев картины Нетрезвый русский космонавт Кьюстон, прием Это русская космическая станция Вряд ли американцы знали Что на станции Мир И вправду пьют По легенде все началось С визита французских космонавтов Которые привезли с собой коньяк После этого сухой закон Отменили даже в космосе Свободное плавание Не отпускали моего Беречь надо А если не догонишь Представляете Потерял каплю Это ужасно Давай, давай Пить, пить Вот мужик На этих кадрах Вы можете увидеть Магистра ордена Куртуазных манилистов Вадима Степанцова Лидер московской панк Поп-рок группы Бэхэт Компот Уверен Сейчас он точно может сказать Почему в те времена Столько пили Был некий еще такой Алкогольный Русский шовинизм Что вот мы там Русские Вот мы пьем Вот у нас История такая Вся несчастная Значит у нас пространство У нас морозы За безудержным пьяным весельем Никто не задумывается Что будет завтра с детьми Зачатыми в алкогольном угаре Врачи называют их Детьми понедельника Вместо двух глаз Пять глаз Один глаз у него Циклопического типа Два носа Два рта Один зуб Тамбовский патологоанатом Юрий Щукин признается Таких ужасов Как в 90-е Никогда не видел Печень алкоголика Алкогольный цирроз В печени После каждой Выпитой бутылки Формируется Малый мелкий узелок Пьянство в лихие 90-е Становится поистине Проблемой Общенационального масштаба Каждый год От зеленого змея Умирает более Полумиллиона россиян Каждая третья смерть Две трети убийств И половина всех самоубийств Происходят на почве алкоголя За жизнь под градусом Страна платит Слишком дорогой ценой Вашему вниманию Представляется Карандаш для борьбы с сараканом Теперь в электричках Не только едут Но и работают У местных предпринимателей Жесткая иерархия Нарушать ее нельзя Конкуренции жестко бьются За свой кусок хлеба Такое В порядке вещей Это были Лихие 90-е Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова